привет друзья давненько я вам ничего не показывала потому что была в отпуске ездили мы в таиланд и кстати очень надеялась я что привезу вам тем кто не был возможно на этом рынке что привезу вам видео с этого прекрасного рынка в таиланде в паттайе рынок цветов есть и там раньше был настолько шикарный настолько красивый выбор растений что прям глаза разбегались ты даже не знал на что смотреть на что любоваться руки тянулись ко всему но к сожалению в этот раз меня постигло разочарование мы очень долго пешком шли до рынка и оказалось что на рынке осталось всего то три ларечка с орхидеями вот такая вот грустная история не знаю с чем это связано с пандемией либо с какими-то другими может быть орха индустрия в тае приходит в упадок честно говоря я прям была огорчена и также вот интересно было то что в прошлом году мы были на пукете и были также очень-очень разочарованы тем что закрылась самая их большая на пукете красивая орха ферма там просто камня на камне не осталось расстроилась я конечно тогда очень сильно также расстроилась и в этот раз но будем надеяться может быть это просто из-за пандемии орхидеи там растут достаточно быстро и может быть когда-нибудь еще удастся посмотреть на их шикарный ассортимент в другой раз ну а сейчас покажу что у меня тут нацвело интересного и начну даже не с орх у меня появилась еще одна небольшая такая увлекалочка это хои и мне юлечка давала отросток от своей вот такие классные в этот раз это уже вторые два соцветия она немножко пересохла пока я была в отпуске вот еще один зонтик такой ну красота же классные не очень мне нравятся прям почему-то влюбилась в них интересно стало вот у меня есть еще одна но она не цвела такая уже большая дама но может быть и здесь света немножко не хватает бэлла у меня не здесь я просто принесла показать вот пока была в отпуске она часть цветоносов к сожалению усушила но я вернулась хорошенечко ее полила и она продолжила мне растить выдавать много-много цветоносиков надеюсь что сейчас под моим чутким присмотром они процветут все вот ну и тогда продолжу покажу я хотела показать свой кухонный подоконник в этот раз не стала я переносить цветущие на туда на кошачью эту когтеточку решила думаю ладно здесь запишу видео покажу чё у меня цветет а цветет у меня по порядочку цветет у меня вот такой красотун это фаленопсис sweet fusion paradise он у меня пришел когда-то давно пересортом и он у меня очень шикарно но вырос из детки зацвел и выяснилось что это не то растение которое я заказывала но у меня часто бывает такое с пересортами когда вот зацветает пересорт и он мне даже очень даже нравится и это как раз такая же примерно ситуация вот он меня радовал очень долго большими букетами пышными но потом что-то пошло не так такое часто все равно бывает когда старое растение и он у меня к сожалению родитель его погиб вот и вырастила детку вот опять спинечка таких растений сегодня будет у меня много вот вырастила детку и это ее первое цветение но цветы конечно у него класс нючие я уже не раз говорила обожаю все эти крапушки ряд всякую на лепесточках так что довольно это мой старикан тоже цветет в этот раз не очень пышно тут мои кошаки его видите пороняли несколько раз его уже убрала от края подоконника тоже обычно раньше все очень пышными букетами усатик такой вполне стандартный это даже магазинная как бы растение давно когда-то еще муж мне по-моему попал вот но зато несмотря на то что не пышное цветение он растит там детку вот видимо уже его надо наверное отделить ну в плане омолодить наверное даже а вот эта детка на пеньке пускай растет вот доцветает уже а может и не доцветает там вот еще бутоны есть вот всегда он растит очень очень большие удочки вот посмотрите высота растения конечно ну не растения цветоноса очень высокий я уже его просто перестала подкалывать он уже растет вниз тоже пересортик но красивенький там уже там часть увядает это видимо я может быть и подломился он где-то цветонос ну и растет дальше бутоны тут вот такой вот глянцевый красавчик мету цветет в этот раз четыре цветочка и вот еще тоже растут а там бутошечки да еще есть ушки кошачьи миски здесь так ну вот этому товарищу тоже досталось он у меня тут летал с подоконника неоднократно потому что котики балуются хотят на птичек смотреть скидывают не растения вот у него кстати интересные вот эти штуки мне интересно так стало загибы такие на лепестках интересно чтобы это могло быть но интересное еще кое-что будет сейчас покажу цветет еще вот такой вот беклип я тут наверное весь свет загораживаю вот такой красивущий беклип и это тоже уже второе поколение потому что его родитель очень пышно перед этим процвел и после этого приказал долго жить материнское растение погибло и выросла вот эта детка вот тоже дождалась первого домашнего с этим такая же история это фаленопсис мария тереза и он тоже у меня было большое растение появилась детка детку я оставила себе большое растение продала потом она уже тоже вроде как выросла и тоже что-то там случилось вот но это тоже как бы первое цветение этого растения и знаете он учудил вот видите здесь форма лепесточков стандарт тут он у меня захотел поиграться и по придуряться бабочкой вот видите защипчики такие появились на лепесточках мой плохо наверно видно не знаю как показать вот эти такие защипы ну тоже очень классненький румяные такие щечки когда его покупала там давным давно лет 10 назад наверно тоже было такое шикарное цветение я вот все мечтала думаю когда же ты вырастешь и уже восстановишься так тут у нас продолжает свести там вот есть еще пара бутонов и еще раз тут это моя неудавшаяся бабочка название где я не говорю я буду просто подписывать потому что не все помню это вот как раз таки удавшаяся моя бабочка обожаю в леопард леопард пилорик по моему он там подписан вот ну красивущий но в этот раз опять 4 бутончика ну ладно 4 так 4 здесь я очень рада тому что он именно вот как он заявлен был так он и процесс бабочкой очень именно вот такая форма его нравится видела и три липы этого сорта и много чего но мне почему-то вот именно такой вариант очень-очень запал в душу ну поглядите я тут наверно весь свет загораживаю вот смотрите какой красоту такие прям красивые у него звездчатые какие-то рисунки дальше что у нас дальше ну тут уже последний цветочек у чармеров чармер карина лоха не знаю кто там как его называет да больше помню нет у него цветов так там вдали у нас цветет клеос бьюти или клеопатра то есть но мне сначала кто-то сказал клеос бьюти потом мне сказали что нету такого сорта есть только клеопатра и вполне может она вот так цвести как мне сказали поэтому ну наверное пусть будет тогда клеопатра посмотрите какая разница в цветах которые вот только распустился да прям желтый желтый такой розовый желтый бордовый клюквенный даже наверно и вот этот уже все он уже не желтый они такие более белесые становятся но не менее привлекательные мне нравится сорт крапушки же люблю же крапушки так что еще а еще у нас браза glory цвету ой так не могу вспомнить а еще у нас цветет грин бэтмен в этот раз на двух цветоносах ну неплохо выглядит но тоже мне вот именно в этом сорте не очень нравится то что выцветает сильно не знаю будет ли здесь да видно видно наверное да вот видите цветы которые вот на маленьком цветоносе они гораздо ярче потому что они вот недавно распустились на этом цветоносе цветочках кстати немало да и уже он смотрится более нарядно не так скучно потому что в начале он у меня цвел прям помаленьку какие-то там ну я не знаю пара бутонов пара тройка сейчас уже лучше гораздо вот что там у нас еще ну продолжает свести сказка там уже правда все в кучу оба цветоноса там растят бутон растит бутончики shine girl я не помню полное имя и и такой желтенький с белым центром фаленопис при том растил он тоже такой какой-то ослабленный растил такой маленький тоненький цветоносик я думала что там будет наверное пара бутонов но нет вот он если он есть мультифлорный то он мультифлора и остается видно да что все равно бутонов несмотря на то что растение само после пересадки мелкая но нормально все равно старается так ну и что еще тут интересного ну на верхах там у меня гигантейный гибрид тоже растит цветонос его я наверно уже потом покажу как распустится вот еще один гибрид с гигантей тоже распустил не стала его сейчас спускать там будет цветение на 3 по моему цветоносах вот ну видно здесь бутоны вон там бутончики еще один под листиком когда распустится его уже потом покажу в другом видео а тут ну так в общих чертах вот он такой тоже пятнушки тоже глянец и наконец-то хоть побольше цветов а тот свел одним-двумя тоже видимо окреп наверно ну еще выше что у нас там белина блуна виала цель индига тоже растение болело но сейчас приходит в себя вот красивые уже глянцевые листья пошли расти образа glory ну ребят даже поворачивать не буду просто вставлю фотку я его фотала недавно вставлю фотку посмотрите какой цветонос просто посмотрите и на нем два цветочка как ему вообще не стыдно мог бы хоть расщедрится и побольше цветов выдать на что это такое два цветка ну посмотрим может быть он когда-нибудь будет как моя иероглифика которая тоже сначала два цветочка два цветочка потом у нее сразу много цветоносов было так ну и тут у нас еще birking по моему да вот такой вот красоту тоже вроде как у него там еще бутоны есть тут одно увядает другое расцветает вот такая вот у нас на данный момент компания вставлю еще они ставлю добавлю попозже видео ставя я понимаю что это не всем будет интересно кому не интересно можно не смотреть может быть кто-то что-нибудь посмотрит увидит вспомнит поностальгирует там будет еще одно очень интересное видео с храма где пятьдесят пятьдесят по-моему или пять миллионов или 50 миллионов по-моему там 50 наверное летучих мышей вылетает тоже очень интересная история как они летят там как клетки днк ну а про орхи наверное сегодня все есть что показать еще на других подоконниках но пока немножечко нехватка времени мне мешает этим заняться вот так вот ну в общих чертах показала ну конечно слабже чем обычно у меня на этом подоконнике цветения ну чем богаты тем и рады всем желаю ярких и пышных цветений мирного неба над головой всем пока